Поэтическая родина Александра Пушкина «Большие веземы» в этом году принимает финал областной олимпиады школьников «Умники и умницы». Знаменитый телепроект стал всероссийским движением. Все больше старшеклассников стремятся попасть в ряды юных интеллектуалов, чтобы сразиться за главный приз телепроекта – поступление в МГИМО. Сегодняшний отборочный финал проходит в нашем музее-заповеднике «Большие веземы» имени Александра Сергеевича Пушкина. И я уверен, что это добавляет детям остроты и ощущения именно того периода, в котором творили наши известные писатели. Вместо съемочного павильона – флигель усадьбы Голицыных. Тема – Лев Толстой, великий писатель и мыслитель. Участие в финале интеллектуального марафона принимают 38 десятиклассников. Девятерым из них предстоит пройти агон – испытание, состоящее из трех этапов. Уровень подготовки ребят оценивает «Ореопак» или «Жури», в составе которого министр образования Московской области Марина Захарова. В этом году все участники, неважно, выйдут они в финал и примут ли они участие в финальной игре, обязательно получат от Министерства образования вот такое приглашение. Это экскурсионная поездка в Санкт-Петербург в октябре месяце для всех участников, как подарок от Министерства образования нашим умникам и умницам, которые прошли все свои школьные этапы, муниципальные этапы и приняли участие в региональном этапе. А те, кто победит сегодня в региональном этапе, будут представлять уже Московскую область и себя как участники на финальной игре «Умники и умницы». Ведущий финала – советник губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиева и ответственный секретарь Координационного совета Родительской ассоциации Алексей Гусев. Приглашенный эксперт, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры, факультета международной журналистики МГИМО, автор и бессменный ведущий телепроекта «Умники и умницы» Юрий Вяземский. Ребятам предлагают размышлять над высказываниями русского классика в конкурсе «Красноречие». Затем следуют вопросы о жизни и творчестве писателя. Например, почему Лев Толстой покинул Казанский университет? Он понял, что университета настоящего учебы у него не будет. Он решил приехать в Ясную Поляну и там заняться самообразованием. Если участник агона не справляется с вопросом, право ответа передается в зал. «Умники и умницы» наравне с агонистами зарабатывают медали и ордена, которые могут сыграть ключевую роль в определении призеров. Напоследок пять вопросов от жюри. Директор музея-заповедника Александр Рязанов интересуется, когда и зачем приезжал в Большие Веземы Лев Толстой. После мозгового штурма правильная версия все-таки родилась. Писатель приезжал в Веземы, чтобы познакомиться с местным крестьянским театром. По итогам финала победителями были признаны трое сильнейших игроков. Еще семеро стали призерами. Особо отличились ребята из Одинцовского района, представлявшие гимназию имени Примакова. Мария Подъепольская, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.